В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Сильный снегопад накрыл московский регион. Первоначально отработали проспект Ленинского, Комсомола, Советскую улицу. Депутат Мосса Балдума Владимир Жук побывал в муниципалитете с рабочим визитом. Где-то около 90-100 человек в день свобода проходит. Сейчас конец года, спад явки. Концерт приурочной Дню матери прошел в Винновской детской школе искусств. Поздравляем наших мам с концертом, концертом наших воспитанников. В юго из-за милой, из-за сильного снегопада, который прошел в ночь на 27 ноября, осложнено движение автомобилей. Пешеходы вынуждены пробираться через сугробы. Как с последствиями стихии справляются коммунальные службы, узнала Юлия Стаферова. На Московскую область обрушился самый сильный снегопад за последние 40 лет. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Уборочные работы на дорогах Ленинского округа ведут с 4 утра. На расчистку вышло порядка 40 единиц спецтехники. Первоначально мы отработали это Белокаменное шоссе, первоначально отработали проспект Ленинского округа, Советскую улицу и автомобильные дороги, по которым передвигается общественный транспорт, автобус. Кроме того, в Управлении дорожного хозяйства и транспорта округа договорились с коллегами по поводу очистки региональных дорог. Каширское шоссе, Володарское шоссе. Также переговорили с федеральными структурами, те, кто обслуживает у нас федеральные трассы. Это А-105, Сиферопольское шоссе, Варшавское шоссе. Для максимального вывода людей и техники для проведения уборки. В течение дня коммунальные службы убрали большую часть снега. Движение автомобилей нормализовалось, а пешеходы смогли легко передвигаться. С утра уже чистенько, все дорожки. И к церкви, и к водке неудобно. Дороги у нас, как можно наблюдать, чистые. Тротуары тоже, в принципе, до работы, до места учебы, куда люди, в принципе, ездят по утрам, по вечерам, они добираются спокойно. Уже завтра, когда столбики термометров отпустятся ниже ноля, ситуация осложнится. На дорогах, возможно, гололедится. Поэтому пешеходов и водителей просят быть более осторожными. Юлия Стоферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе рабочей поездки в Ленинский округ посетил модуль диспансеризации, построенный на территории Видновской клинической больницы. Его сопровождала наша съемочная группа. В марте нынешнего года был возведен специальный модуль для диспансеризации. И с того момента его посетили уже порядка 50 тысяч человек. Логистика здесь настроена так, что врачи без проблем принимают довольно внушительное количество пациентов. Об этом депутату рассказал заведующий отделением медицинской профилактики ВКБ Борис Джорджиев. Где-то около 90-100 человек в день свободно проходит. Сейчас конец года, спад явки ожидается. Практически все население мы провели диспансеризацию. План стараемся выполнять. Визит в медицинское учреждение депутата Московской областной думы Владимира Жука не случайен. Забота о здоровье жителей Подмосковья – один из главных приоритетов в работе Мособлдумы. Насколько успешно работает программа диспансеризации? Есть ли какие-то проблемы, к решению которых необходимо подключиться? Таковы цели рабочей поездки Владимира Жука. Здесь консультирование по хроническим заболеваниям, запись на узким специалистам дальнейшее или дальнейшее обследование, допустим, направление на фиброгастродуаденоскопию. Более узкие заболевания? Конечно, да. Модуль оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Анализ крови, электрокардиограмма, флюорография и еще несколько исследований. Все это в соседних кабинетах, а значит и обойти специалистов можно в максимально сжатое время. Такие модули, их на самом деле два в Московской области, да, и будет расширяться, будет масштабироваться. Потому что практика хорошая, много очень проходит. И буквально за несколько месяцев это уже десятки тысяч здесь прошло. И, конечно, все это ведет к тому, что наши подмосковные жители будут здоровы, знать о своих болезнях и будут вовремя их лечить. Благодаря подобным модулям ассоциация процесса диспансеризации с очередями и большим количеством времени, которое нужно потратить на обход специалистов, уходит в прошлое, в чем убедился и Владимир Жук. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ. Традиционная неделя доброты и щедрости завершилась в Ленинском округе новой организацией. Впервые принявшей участие в акции стал Ледовый дворец Арктика. Слово Дмитрию книги. Ледовый дворец Арктика стал партнером благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». В спортивный зал учреждения пригласили детей из общества инвалидов и их родителей, чтобы провести досуг с пользой. Очень рада, что, видно, проходит очень много разных мероприятий. Мы принимали участие в фестивале «Территория спорта», принимали участие в Дне города и организовывали занятия в основном для детей. И узнав о том, что проходит «Неделя доброты, добра и щедрости», мы, конечно, решили поддержать эту инициативу. Профессиональные тренеры провели разминку и спортивные занятия для детей, к которым нужен особый подход. Подвижные игры позитивно влияют на состояние ребёнка как в физическом, так и в эмоциональном плане. Если бы для детей и инвалидов было побольше мероприятий, чтобы они могли как-то себя показать, почувствовать себя в коллективе, это очень полезно для них. Мама ребят в соседнем зале посетили занятия по стрейчингу. Для многих поход спортивный зал позволил отвлечься от бытовой суеты и стал приятным сюрпризом. Наши дети и так мало куда посещают, не могут чисто физически, по своему здоровью посетить какие-то мероприятия, а здесь очень приятно находиться в таком заведении. Вообще здесь не была, очень понравились такие занятия интересные. И дети тоже очень у меня в соседнем зале занимаются. Очень довольна тоже. С ними тренер занимается профессионально. Первый раз такое заведение посетили. Ледовый дворец Арктика принял участие в благотворительной неделе в первый раз, но уже сейчас у организации есть планы на дальнейшее сотрудничество в сфере социальной направленности. У нас не только дети, у нас есть молодежь 18+, которые тоже хотят заниматься спортом и возможности имеют. И родители просят об этом. Мы обратились к руководству Ледового дворца и они сказали, что рассмотрят этот вопрос. Мы тоже надеемся на положительное решение. А в этот раз групповые занятия посетили 15 детей и 15 родителей. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В муниципалитете завершилась неделя доброты и щедрости. Чтобы подвести итоги этой акции, мы пригласили в студию председателя Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталью Рящину и члена общественной палаты муниципалитета Юлию Одинцову. Здравствуйте. Уже в седьмой раз прошла эта акция. Она действительно стала доброй традицией нашего муниципалитета. С какой целью она проводится? Эта акция проводится для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации на данный момент. Давайте перечислим, кто принимает участие в этой акции и кто может принять в ней. Благополучатели? Да, благополучатели. Это члены общества инвалидов и, я думаю, что члены других организаций, которые у нас есть в Ленинской городском округе. Их несколько. Они могут обратиться. Давайте расскажем более подробно, какие акции прошли, сколько успели сделать за эту неделю. Вы знаете, акций было очень много. Каждый день проходило в нескольких точках. Но более подробно, я думаю, нам расскажет Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна, да. Ну, я хочу сказать, что неделя доброты и щедрости – это замечательная акция прежде всего. Что дает нам эта акция? Нам эта акция дает друзей. Много друзей. Говорят, много друзей не бывает. Есть благотворители, наши спонсоры, которые участвуют именно в неделю доброты и щедрости. Мы им за это очень благодарны. Но есть такие благотворители, которые не ждут неделю доброты и щедрости. Они нас поддерживают в течение всего года по мере возможностей и нашего обращения. Вот мы им очень благодарны. И поэтому вот эта неделя доброты и щедрости для нашей организации очень значима. И, конечно, я хочу выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этой акции. Но особенно хочется отметить наших друзей, которые постоянно держат руку на пульсе. Которым не все равно, как живут инвалиды. Они неравнодушны к судьбе инвалидов и стараются помогать по мере возможности. В этом году сколько человек примерно удалось охватить этой акцией? Сколько в ней поучаствовало? Ну, во-первых, мы начали выдавать. Мы выдаем сейчас трости-палочки. Мы выдаем палочки для скандинавской ходьбы. Тонометры, ингаляторы, памперсы, пеленки. Ну, средства гигиены для лежачих у нас есть. В общем, вот это мы уже выдаем. И еще мы будем собирать комплекты, значит, продуктовые. И обязательно всем выдадим продуктовые наборы. И сколько это человек? Минимум рассчитываем на 300 человек. Минимум 300 человек у нас получат. Эта акция вдохновляет нас на работу, неравнодушие наших друзей и спонсоров. И мы им очень благодарны. Я считаю, что эта акция просто необходима. Видела, что вы хотели что-то добавить? Да, я хотела также добавить, что не только детские садики или юридические лица, но и просто люди были, которые решили помочь и поучаствовать в этой акции. Просто услышали о ней среди соседей. Поэтому также принесли какие-то продукты, средства гигиены, медикаменты. Поэтому я думаю, чтобы наш мир стал добрее, люди, участвуйте в этих акциях. Потому что получателей очень много, а желающих помочь. С каждым годом мы видим все больше, больше и больше. Ну как раз в продолжение. Тем, кто хочет принять участие, помочь, куда нужно обратиться? Непосредственно вот к руководителю общества инвалидов Рящиной Наталье Алексеевне. Или в общественную палату, а мы тогда уже их скоординируем вместе. Можно я в заключении скажу слова благодарности? Конечно, отдельное слово благодарности. Это руководителю, председателю общественной палаты Людмилы Васильевны Лернер, которая занималась вот этой благотворительной акцией, спонсорами, благотворителями. Юлию Владимировне Одинцовой, отдельное спасибо. И если куда-то съездить, что-то привезти, даже те же продукты, они всегда помогают и всегда на готове. Вот большое спасибо и низкий поклон. Спасибо вам за это благое дело. А я напомню, что у нас в гостях были председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина и член общественной палаты Юлия Одинцова. В честь Дня матери предприниматели муниципалитета подарили врачам и пациенткам Виновского перинатального центра специальные акушерские стулья и другие необходимые вещи для комфортных родов. Ирина Лизунова из поселка Володарского 27 ноября в третий раз стала мамой долгожданной дочки. Рожала вертикально, как и двоих старших сыновей. Врачи здесь и акушеры все замечательные. И переживала, главное, чтобы попасть сюда. Все отлично. В Виновском перинатальном центре вертикальные роды становятся все более востребованными среди будущих мам. При данном методе женщина сама выбирает удобное положение тела. А сделать процесс более комфортным помогают специальные стулья. Стулья, которые мы применяем в процессе проведения родов, мы проводим, у нас 85% родов в Виновском перинатальном центре идет вертикальные. Вертикальные роды, это мы подразумеваем, наиболее естественные, наиболее мягкие. Устраняется всякое вмешательство с персонала. Два стула для вертикальных родов подарили персоналу и пациенткам Виновского перинатального центра, предприниматели и депутаты Ленинского городского округа. Это пожелание сотрудников. Мы давно общаемся, мы поддерживаем отношения. Мне очень приятно видеть сегодня, в такой день, праздник матери, мамы, свою любимую Майю Раджеповну, которая принимала моих внучек на свет. Господи, спасибо ей большое, спасибо всем за этот труд, за это счастье. Акушер-гинеколог с 45-летним стажем работы Майя Бердыева отмечает, что самое главное – создать условия, чтобы женщина во время родов чувствовала себя безопасно и комфортно. Когда хожу на обходы, и иногда девчонки, которые родившие, спрашивают, ну как столько лет можно, вот вы же видите, как мы, вот мы иногда неадекватны. Я говорю, девочки, когда с вами все замечательно, когда видишь ваших деток, и когда я вам что-то рассказываю, а они чихают и подтверждают, что я говорю правильно, а вы радуетесь, это дорогого стоит. Также перинатальный центр получил в подарок музыкальные колонки. Некоторым пациенткам любимые композиции помогают расслабиться и справиться со стрессом. Я хочу выразить большую благодарность и признательность тем спонсорским подаркам, которые мы получили. Мы стараемся максимально улучшить комфорт и пребывание наших молодых мамочек в нашем отделении. Каждый год в Видновском перинатальном центре рождаются свыше 6 тысяч малышей. И это один из лучших показателей в Подмосковье. Будущие мамы выбирают это учреждение здравоохранения, ведь здесь отдают предпочтение мягким родам, когда процесс проходит более естественно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Продолжение темы. В Виновской детской школе искусств провели концерт, который посвящен всем мамам. Учащиеся и преподаватели подарили не только красочные номера, но и добрые слова и улыбки. Подробности у Юлии Стаферовой. Мама, как много в этом слове. В детстве мы полностью зависим от матери, а когда вырастаем, приходим к ней за советом. Связь между матерью и ребенком нерушима. Это любовь, которая их объединяет на всю жизнь. Неудивительно, что появился свой день, который посвящен мамам. В нашей стране его отметили 26 ноября. По этому случаю в школе искусств состоялось праздничное мероприятие. «Мама – первое слово». Поздравляем наших мам с концертом, концертом наших воспитанников, учащихся в школы. Мальчишки и девчонки под руководством преподавателей подготовили интересные номера. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Стеша Лисовец рассказала стихотворение, которое посвящено всем мамам. «И знаю, мама, я, что ты мечтаешь, чтоб когда вырасту, смогла ты мной гордиться. Я обещаю, мамочка, что ты счастливой станешь. Я буду жить лишь так, чтоб этому случиться». «Мне кажется, что День матери – это очень важное событие. Мы поздравляем того, из-за кого мы появились на свет». Кроме сценических искусств, в школе есть направление живописи. На выставке картин юные художники изобразили своих мам. В этот день прозвучало много трогательных и теплых слов в их адрес. «Мамочка, я очень себя люблю, ты для меня так дорога». «Мама, я поздравляю тебя с Днем матери, желаю тебе здоровья и счастья, и чтобы ты оставалась всегда такой же красивой». «Мама – это большая часть моей жизни, и я ее очень люблю. Мне здесь нравится танцевать, и особенно для моей мамы». Концертный зал школы был наполнен атмосферой радости и любви. Теперь учащиеся школы искусств будут готовиться к предновогодним мероприятиям. Юлия Астаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!